Сам по обзору сезон 2, сам по обзору то, сам по обзору это, он должен выйти. У нас должно быть всё нормально, у нас всё должно быть по-светскому, у нас всё должно быть с антропе, гта сам, гта сам на антроид, всё прочее. Лучше говорить про учил, как различить рекламу, это не реклама, вот во всех этих... Они могут отметить, там может быть как-то парофлу, вот это всё прочее сделать. Я не знаю, размер всей этой игры разрастался, но вроде как такого нету. И разумеется, сейчас они всё это продвигают, мол, вот, кто этим будет пользоваться, я не понимаю. Разумеется, типа, ну, наверное, как какая-то особенность проекта. У нас есть города и у нас есть вид от первого лица. BlackRussia.com или .ru или .... Блин, как хочется поиграть-то в самом деле. Нет, вот вы знаете... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Приветствую всех, кого только можно приветствовать на моём вот этом, вот знаете, канале под названием ZDS. Под названием ZDAN Семён, под названием ZDAN Семён 2. В общем-то, у меня много названий, у меня много всяких вот этих вот, знаете, альтер-эго, всего-всего вот этого прочего. А ещё больше альтер-эго и чего-то вот такого прочего. Вы, наверное, увидите в моём новом сампо-обзоре сезон 2. Его уже, знаете, надо начинать по-всяческому рекламить, по-всяческому раскручивать. Потому что, ну, предыдущие выпуски обзоров, они набрали прям очень мало просмотров. Именно поэтому нужно вот как-то, знаете, начать всё это продвигать. Вот, знаете, сампо-обзор сезон 2, сампо-обзор то, сампо-обзор это, он должен выйти 7 ноября. Не знаю, успею я это сделать, либо я не успею всё это сделать. Но я постараюсь всё это сделать к 7 ноября, чтобы всё это выложить, чтобы всё это всем понравилось. И чтобы всё у всех, знаете, было замечательно в этой самой жизни. Так вот, дело в том, что Black Rush, такой, знаете, КРМП-проект, о котором я уже неоднократно рассказывал. У меня уже, знаете, канал перевоплотился в такой, знаете, вот какой-то КРМП-новостник, потому что GTA-самповские сервера, почему-то вот я захожу вот в эти все новостные издания, посмотреть, что там сделали GTA-самповские сервера, а они там ничего не делают. Почему так происходит, мне бы очень хотелось знать, но я, к сожалению, не знаю. Может быть, вы знаете, почему вот GTA-самповские вот эти вот все разработчики, они нихуя не делают. Почему они забили хуй? Ребят, ну это ненормально, ну вот в самом деле, ну вы чё? У нас должно быть всё нормально, у нас всё должно быть по-светскому, у нас всё должно быть отлично, поэтому там GTA-самповские серверики, ну давайте уже делайте что-нибудь, сколько можно. Я не знаю, из последних, наверное, вот этих GTA-самповских серверов на Android, потому что про компьютер я даже не говорю на Android. Это был сантропэ со своей вот этой вот кастомной клавиатурой, которая непонятно будет, она не будет, она у меня на эту тему выходил в видеоролике, рассказала о том, я рассказывала о сём, потом оказалось, что она лагает, потом оказалось всё прочее. Но сегодня у нас, разумеется, разговор идёт не вот про всё это, потому что, ну а кому, в общем-то, это всё надо, вот эти вот все разговоры сантропэ, GTA-самп, GTA-самп на Android, всё прочее. Лучше говорить про GTA-крмп на Android, оно там, знаете, как-то более насыщенно всё это происходит, как-то более продуктивно вот эти вот все разработчики всё это делают, всем этим занимаются. Именно поэтому Black Rush начала делать свою такую, знаете, новую инновационную разработку, которой не было, знаете, абсолютно точно ни у кого. И вот сейчас она всё это делает. Это вид от первого лица в GTA-крмп на Android, на Black Rush, вот всё это будет. И понимаете, в чём дело? Обычно, когда вот что-то продвигается такое, прям, знаете, либо что-то дико пиздатое, либо что-то дико хуёвое, то там прям реклама закупается абсолютно везде. И тут получилось точно так же, то есть я вас уже учил, как различить рекламу, это не реклама, вот во всех этих лайв-журналах, во всех прочих вещах. Если идёт новость и проект отмечен, то есть можно кликнуть, можно перейти, это значит, что это реклама прям с вероятностью 99,9%, потому что по-другому, ну, они просто не отмечают эти самые проекты, которые им не платят. Они могут отметить, там, может быть, как-то паров, вот это всё прочее сделать, но зачастую они проекты, которые им не платят, они их не отмечают. Ну, вот такая вот у них, знаете ли, наглость, вот такие вот у них все вот эти вот вещи, и именно поэтому, ну, вот как-то они вот так и живут. И сейчас, понимаете, в Live Mobile вышла новость о том, что у Black Rush вот выйдет вот этот вот самый вид от первого лица. Я захожу потом в Live Sam, посмотреть, может быть, там какие-то новые новости есть, может быть, есть какие-то новые не новости, я туда захожу, смотрю. Опа, Black Rush это у нас вид от первого лица, и опять, знаете, тегнуто, вот Black Rush опять там тегнуто. И понятно, что это всё реклама, понятно, что они всё это закупают, и вот я так посмотрел на всё это, на весь этот видеоролик о том, как всё это будет работать. И вот я могу сказать, что выглядит-то оно неплохо, может быть, но кто этим будет пользоваться на телефоне? Кому это вообще всё надо? Я не понимаю. Как это вообще всё будет подгружаться? Как это вообще всё будет работать? То есть у чуваков, понимаете, на телефонах, на андроидах, у них и так памяти мало. Она забита там всяким, знаете, вот этим вот кэшем, каких-нибудь аудиозаписей крутых, там, знаете, Моргенштерн, Элджей, Ходилак, там, Лолипоп, все вот эти вот прочие вещи, там, Стимати, может быть, какие-то треки у них. У них вся память занята, и вы опять вот эти вот все моды, вот эти вот все модификации, вот эти вот все аддоны, плагины, дополнения, вы всё туда пихаете, чтобы вот оно прям, я не знаю, размер всей этой игры разрастался просто до каких-то непонятных масштабов, и нахуя всё это делать? Понимаете, вид от первого лица, вот он не настолько, знаете, это не настолько крутое нововведение, которого не было абсолютно точно нигде, но, разумеется, в телефоне, насколько я могу знать, в телефонах, во всех этих проектах, особенно в КРМП, такого не было нигде. Я могу ошибаться, может быть, такое есть, напишите в комментариях, но вроде как такого нету. И, разумеется, сейчас они всё это продвигают, мол, вот, смотрите, мы первый проект, у которого будет вот всё это, и мне в ЛС ВКонтакте пишут людям, мол, слушай, чел, а Black Rush-то там, знаете, будет вид от первого лица, я такой, типа, и чё? Или я такой, знаете, типа, отвечу, ну ладно, наверное, в скором времени сделаю на всю эту тему вот видеоролик, чтобы рассказать, мол, там, вид от первого лица, Black Rush и всё прочее. Почему-то люди, вот, знаете, ждут весь этот вид от первого лица. Зачем? Для чего? Я не понимаю, это же просто, типа, ну это, это неудобно. Кто этим будет пользоваться, я не понимаю. Разумеется, типа, ну, наверное, как какая-то особенность проекта, там, знаете, засунуть в какой-нибудь вот этот вот промо-материал, в рекламный вот весь этот ролик засунуть, может быть, в какой-нибудь, сказать, мол, вот, у нас есть, там, знаете, русские машины, русские дома, русские города, районы города, мы с тобою навсегда, и у тебя большая, ну, вы понимаете. И всё вот это вот прочее. А тут, то есть, ну, абсолютно точно непонятно, для чего всё это, ну, ну, вот, опять-таки, вот, промо-материал в какой-то вот весь этот сон, знаете, у нас есть район, у нас есть русские машины, у нас есть города, и у нас есть вид от первого лица, BlackRussia.com, или .ru, или .sru, заходи, hdvbomb.com, всё, качай игру, всё делай прочее, и вот всё, вот, наверное, это должно, знаете, людей, вот этих вот, всех школьников, которые чаще всего в КРМП играют, наверное, это должно заставить их зайти вот в эту вот самую игру, и такие, типа, о, 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 ой, жесть, блин, как хочется поиграть-то, в самом деле, нет, вот, то есть, знаете, вот, районы, города, машины, это ещё всё понятно, то есть, это-то, оно, понимаете, оно есть везде, вот эти вот все районы, машины, города, какие-нибудь там автотранспортные средства, вот эти вот все виды оружия, вот это вот всё прочее, оно-то, понимаете, есть везде, но вот вид от первого лица, такого никогда не видел. Чё там, куда зайти? BlackRussia.sru.hdv.boom. Скачает лаунчер бесплатно по ссылочке в описании. Вот туда зайти надо, да? Или куда зайти надо? Или может быть нужно зайти на Arizona Roleplay Phoenix, потому что у неё есть и компьютерные сервера, и мобильный клиент, лаунчер у них есть, и все прочие вещи у них есть. Может туда надо зайти? Может быть там ещё есть, знаете, никнейм DanteConnor, который если ввести в ник пригласившего вас игрока, то можно получить 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня. Или что там? Может быть там есть промокод NOTOXIC54, по которому можно получить тоже бабки. Конечно, мало бабок, тем не менее их можно получить, если ввести их на проекте вот на сервере Arizona RP, на проекте Phoenix, вернее наоборот, не важно. То есть вот это вот может быть можно сделать? Что можно сделать? А вы расскажите. Потому что мы вот не понимаем вообще, мы сидим, думаем всей вот этой вот, знаете, толпой-то нашей GTA Sample, GTA CRMP-шной, что может... Вид от первого лица? Куда зайти? Arizona RP? Нет, там вида от первого лица нету. BlackRussia, но это CRMP. Блин, куда же заходить? А я скажу вам, куда заходить. Заходить нужно каждый день в 20.00 на мой канал, потому что ролики должны выходить, по крайней мере, каждый день в 20.00. Если они не выходят, то я не виноват. Всем до свидания. Пока. До скорых встреч. Оливидерчи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok